Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии, регулярно организовывается множество акций. Искитим является их постоянным участником. С юных лет здесь детям прививают правильные привычки бережного отношения к природе. Конкретными поступками и добрыми делами искитимцы могут служить примером жителям других населенных пунктов. Каждый человек хочет жить, гулять и отдыхать в чистом месте. Но не все следуют мудрой пословице – чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Зимой белое полотно снега прячет от глаз брошенные мимо урн, пластиковые бутылки и прочий ссор. А вот весной талые воды несут в водоемы массу мусора, среди которого есть и опасный. В Центре дополнительного образования города Искитима детей развивают всесторонне, уделяя должное внимание и экологическому воспитанию. Все взрослые и дети здесь знают, как правильно утилизировать особый мусор. Мы приезжаем на отдых, у нас мусор остается, мы, конечно, его с собой будем забирать, а потом выкидывать в мусорку уже. Потом мы не выкидываем какой-то пластик, сюда приносим на переработку, и также макулатуру. Одноклассники твои также за кетом окно? Да, они мне помогают, некоторые крышки приносят мне, я потом их сдаю, потом благодарю их. И некоторые некоторые приносят. Разделять мусор – это очень важно, так как это все вредит нашей планете, миру. И у меня очень к этому важному в семье относятся. Все разделяют мусор. Даже мы приносим пластик на переработку в аквамир сюда и макулатуру. Сбор от населения отработанных батареек, ртутных градусников и лампочек в Искитиме организован и в комплексном центре социального обслуживания населения. Помочь природе быть чище стремятся воспитанники детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, принимая участие в экологических акциях. Мы являемся постоянными участниками на протяжении уже более пяти лет регионального этапа всероссийской акции «Школы и сады за раздельный сбор мусора». Эта акция реализуется Всероссийским обществом охраны природы в нашей области, соответственно, Новосибирским его отделением. В рамках этой акции принимаются как отработанные элементы питания, батарейки, аккумуляторы, так и макулатура, так и крышечки, пластик. А с этого года стали принимать и электронный мусор. Как мы знаем, проблема не только сейчас стоит острая с пластиком, но также с электронным мусором. Очень быстро идет сменяемость различных гаджетов, которые тоже необходимо утилизировать правильно, потому что они разлагаются достаточно долгое время. Вторая акция, в которой Центр дополнительного образования города Искитима попутно принимает участие уже три года подряд, называется «Разделяй и сохраняй». Ее проводит региональное общество «Экология», также принимая от населения пластик, пластиковые крышечки, которые утилизируются иначе, чем пластиковые бутылки, батарейки и макулатуру. Все акции и все мероприятия, которые проходят с экологической направленностью, они являются частью всероссийской акции «Эколята. Молодые защитники природы». Эта акция, мы являемся ее муниципальными координаторами. В рамках нее проходят все мероприятия на базах образовательных учреждений, именно эколого-биологическая направленность. В рамках этой акции «Разделяй и сохраняй» и «Школы и сады за раздельный сбор мусора идут». «Эколята» также делятся на «Эколята-дошколята». «Эколята» – это начальная школа, и «Эколята – молодые защитники природы» – это средняя и старшая школа. В рамках этой акции проходят не только мероприятия по сбору мусора, также дается вторая жизнь, например, каким-то вещам, проводится просветительская работа. Мы с обучающимися и не только выходим также на городской уровень. Только в Центре дополнительного образования эколого-биологическим направлением увлечены и активно занимаются более 300 детей в объединениях «Живая планета», «Юный натуралист» и «Моя малая родина». Все они, а также ребята, их родители и педагоги из других объединений, собирают и принимают особый мусор на утилизацию, участвуют в экологических акциях и конкурсах. Задействованы у нас все объединения, особенно активно, помимо непосредственно эколого-биологических объединений, хотелось бы отметить образцовый хореографический ансамбль «Серпантин», которые очень активно всегда принимают участие. Они и пластик собирают, и крышечки собирают, то есть все-все-все очень активно. На самом деле все объединения и технические, и художественные, все принимают очень активное участие. Это первый плакат, который подготовили наши обучающиеся для участия во всероссийском конкурсе «Мы за чистые города России». Наши ребята являются постоянными участниками этого конкурса. Опять же, мы говорим об воспитании экологической культуры, экологически грамотного человека. Такие конкурсы являются неотъемлемой частью. Соответственно, есть разные номинации. Наши обучающиеся становились победителями конкурса и призерами в различных номинациях. И вот сейчас, как раз до конца января, мы собираем плакаты и также отправляем для участия в конкурсе. Собираясь навстречу в зооцентр «Аквариум», и наша съемочная группа решила поучаствовать в экологической акции. Мы привезли макулатуру, батарейки и крышечки. Стать экологическим волонтером может каждый неравнодушный человек, прямо сегодня начав собирать мусор отдельно и не лениться правильно его утилизировать. Я думаю, это очень на данный момент актуально, потому что прививая с самого маленького дошкольного возраста детям идею о том, что мусор нужно разделять, и это становится для них намного проще. И сейчас, когда дети приходят даже уже к нам из садика, когда они понимают, что нужно мусор разделять, они сами спрашивают, а у вас есть вот такая акция, у вас проводится, вот мы можем принести там макулатуру, крышечки, а мы дома собираем. То есть таким образом формируется новое поколение, которое уже не представляет себя без раздельного сбора мусора.